Вареный говяжий язык. Очень люблю это мясо с хреном или горчицей. Но оказывается, у французов даже есть соус, который они придумали специально для отварного мяса. Гребиш называется. В общем-то, это классический майонез с ингредиентами, но есть важное отличие. Какое? Узнаете прямо сейчас. Как делается майонез? Ну, классический, а не порошковый из магазина. Берется желток яйца, взбивается, и туда медленно добавляется растительное масло. Так вот, гребиш – все то же самое. Вот только вместо сырого яйца мне понадобится вареное. Соответственно, и желток будет вареным. Белок не выбрасываем, он нам тоже пригодится. Обратите внимание, сердцевина желтка чуть темнее, чем по краям. Именно до такого состояния идеально сварить яйцо для соуса гребишем. Кроме того, мне понадобится горчица, лучше взять не острую. И разомнем желток примерно с ложкой этой самой горчицы. На этом же этапе, до добавления масла, я посолю и поперчу. Все дело в том, что соль в масле не растворяется и остается в состоянии тех же кристалликов. Ну что ж, теперь главный ингредиент – растительное масло. Обычно я разговариваю с холодильником, но сегодня поговорю со шкафом. Потому что и яйца, и масло должны быть комнатной температуры. Так они лучше перемешаются друг с другом. Масло может быть любым, только не берите исключительно экстра-верджин. То есть первого холодного отжима, иначе будущий соус гребиш будет слегка горчить. У меня здесь смесь обычного и экстра-верджин. Добавляю буквально по капельке и возьму венчик. Ну, в общем, на одну порцию мне хватит. А вы имейте в виду, что в один желток можно вмешать аж 250 миллилитров масла. Теперь я сюда добавлю немножко лимонного сока и винного уксуса. Для кислинки. Кстати, обратите внимание, от кислоты соус заметно побелел и стал больше похож на майонез. Ну, в общем-то, основа готова. Осталось добавить сюда наполнители. В классическом варианте соуса это, собственно, сами яйца, белок, маринованные огурчики, корнишоны, это каперсы, ну и, конечно, зелень, петрушка и эстрагон. Кроме того, я в свой соус добавлю еще немного лука-шалот и дольку чеснока. Каперсы, как и огурчики, желательно как можно сильнее размельчить. Кстати, если каперсы у вас соленые, соль вначале лучше не добавлять. Вот такой вот густой и насыщенный по вкусу соус у меня получился. Ну, а если у вас нет под рукой говяжьего языка, возьмите любое другое отварное мясо или рыбу от куриной грудки до филе трески. Поверьте, будет так же вкусно. В общем, приятного аппетита вам по-французски. Бон аппетит!